Всем привет, друзья! Ну что, Владимир Путин вновь победил на выборах президента России, набрав более 86% голосов, проголосовавших. Это абсолютный рекорд современной России. И явка, кстати, тоже была рекордная, более 77%. Голосовать имели право 112 миллионов россиян. Из них 76 миллионов проголосовало именно за Путина. Остальные же либо на выборы не пришли, либо голосовали за других кандидатов. Так вот, Путин побил все рекорды выборов, проходивших когда-либо в России. И очередной раз получил мандат полномочий от народа, как источника власти, на то, чтобы проводить свои реформы. А на вопрос, какие реформы Путин проводит и почему за него так массово голосует, ответил сам национальный лидер. На вопрос, какая у него мечта, Путин сказал следующее. Я мечтал о сильной, независимой, суверенной России. И надеюсь, что результаты голосования позволят нам все вместе с российским народом добиваться этих целей. То есть, если Путин мечтает о сильной, суверенной России, то это значит, что Россия была, но и отчасти еще остается, несуверенной. Логично же? Вот я очень много рассказывал о том, что Россию в 91-м году превратили в колониальную страну. И вот эти разговоры частенько воспринимались, как какая-то конспирология. Да чего, мол, ты несешь, писали мне в комментариях. Хотя я приводил и привожу множество неопровержимых фактов. Но, тем не менее. И вот вам Путин сам чистосердечно признался своей главной цели, главной мечте сделать Россию независимой. То есть, вытащить ее из колониального рабства. И, как мы видим, это у него очень хорошо получается. Почему это происходит так долго, отвечать тоже долго. Но, если коротко, то было и есть очень сильное сопротивление. Как внутри страны, например, со стороны тех же прозападных элит, так и со стороны самого Запада. Наша вся так называемая элита в 90-х годах была выращена прозападно-ориентированно, как и чиновники. И колониальный строй их обогащал, давал им многое. Ведь у них и деньги, и семьи, и дома, все на Западе. Поэтому они очень сильно сопротивлялись возврату суверенитета. Но Путин, как удав, медленно, но верно всю эту элиту задушил. Более того, сейчас, прошу прощения, вы охренеете, насколько это масштабная личность во всей мировой истории. Смотрите, гегемония Запада началась зарождаться около 500 лет назад. Да, в принципе, можно даже дату назвать. Это 13 августа 1521 года. Когда испанские завоеватели на американском континенте захватили, разграбили и уничтожили столицу ацтеков Теначтитлан. Ну, а далее и их империю. Эту дату можно считать символическим началом эпохи доминирования Запада. С этого времени европейцы начали активно захватывать и колонизировать другие страны и народы мира. Запад за эти последние 500 лет превратил в рабов практически весь мир и активно начал эксплуатировать. Величие государства за последние пять веков определялось тем, сколько у него колоний и как много сокровищ оно способно выкачать из них, чтобы обеспечить себе процветание. Английская промышленная революция была бы невозможна без жестокой эксплуатации Индии, которую сами англичане называли жемчужиной в короне Британской империи. Эта империя была самая большая из когда-либо существовавших в мировой истории. За англичанами следовали французы, голландцы, те же самые испанцы, португальцы, даже бельгийцы, которые совсем недавно, в 60-е годы 20-го века, устраивали в своей стране человеческие зоопарки. То есть западная цивилизация в целом хищническая, она нацелена на захват и порабощение. Это их менталитет. А вот относительно недавно главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Европа это цветущий сад. Ну, относительно некоторых стран это действительно так. Но причину этого самого цветения Боррель не указал. Расцвела Европа благодаря многовековому ограблению других народов мира. Ну, вот представьте, что, допустим, ваш бы город, столетиями лились богатства. Вот вам весь секрет о развитости так называемых развитых стран. Так вот, единственную страну, которую запад так и не смог одолеть, это, естественно, Россия. Ну, наверное, слышали высказывание, что каждые сто лет Европа объединяется и нападает на Россию. Так оно и есть. Если говорить цинично, в этом нет ничего необычного. Запад это хищник. Ну, в природе тоже, видите, есть хищники. Но Россия из-за природно-географического положения тоже имеет свой менталитет, который не позволяет ее захватить. Суровый климат заставляет нас объединяться, чтобы выжить. И это объединение очень сильно укрепляет государство. Кроме этого, Россия является державой суши. Держава суши – это та держава, которая не устраивает интервенции на чужие земли с целью порабощения, находящиеся за сотни тысяч километров. Военные действия такие державы ведут у своих границ. Поэтому, являясь единственным непокоренным государством суши, Россия не пыталась победить Запад, завоевать его. Отбились от него? Ну и ладно, живите дальше. Менталитет русских такой. У нас все есть, нам чужого не нужно, но если к нам придете, то нам же вас и хоронить. Так жили до 1917 года, когда Запад понял, что Россию нужно захватывать с другой стороны и другими гибридными методами. Февральская революция во многом была спланирована на тот момент главной империей на земле – Великобритании. И тут интересный факт с этим связанный. Но, как известно, масонство зародилось именно в Англии. И в дальнейшем именно масоны способствовали подчинению остального мира Великобритании. И те, кто свергал Николая II, кто уничтожал Российскую империю, были как раз масоны. Ну, тот же Керенский. Был одним из них. Это все подтвержденные, открытые факты. То есть, Великобритания приложила много усилий, чтобы уничтожить нашу страну. После, из руин Россия возродилась. Но только в новом обличии. Появился СССР, который уже нес и идеологическую опасность Западу. В 20 веке окончательно определились центры силы. Это Запад США во главе и социалистический лагерь с СССР во главе. То есть, у них на пути опять встало государство, которое они за все свое время гегемонии так и не смогли сломить. Во времена существования СССР Запад формально лишался многих своих колоний. Десятки стран мира обретают свою независимость. И во многом благодаря СССР. Но, к сожалению, не все так просто. Параллельно этому Запад создает новую модель закабаления народов. Экономическую и финансовую. После Второй мировой войны американцам удалось навязать практически всему миру свою валюту доллар. Через который идет такой же грабеж порабощенных стран, как и последние 500 лет. Тут все просто. На доллар можно купить что угодно и где угодно. Американцы могут его печатать бесконтрольно, под так называемые долги государства. Что, собственно, они и делают. Они печатают пустые фантики и высасывают со всего мира различные материальные и нематериальные блага. Не печатали денег. Раздали в своих странах. В богатых странах. И как пылесосом с мирового рынка начали сгребать все продовольственные товары. Но СССР им, естественно, не давал этого делать во многих регионах мира. Для борьбы с Советским Союзом Запад создал огромное количество институтов, чтобы те научным путем смогли выяснить, как же победить нашу страну. По словам исследователя Андрея Фурсова, таких институтов насчитывалось более тысячи. И все они работали, чтобы убить СССР. Параллельно этому была разработана директива Совета национальной безопасности США 20-1, которая расписывала план по уничтожению СССР. Это реально рассекреченный документ. И опять Западу этот гибридный метод борьбы принес успех. В 1991 году Советский Союз был ликвидирован. Все его части, включая Россию, были превращены в колонии через различные экономические правила, пятую колонну и конституцию. Во времена правления Ельцина это было очень ярко выражено. Россию тогда правили прозападные олигархи. Так называемая семибанкирщина. Да и в целом весь мир стал подконтролен Западом. США тогда одержали победу. Но в 2000 году Россию возглавляет Путин. И как вы уже знаете, он возглавил колониальную, несуверенную, полууничтоженную страну. Вспомните те же Хасавюртовские соглашения. И главной его мечтой было сделать Россию сильной и независимой. Как он буквально недавно признался. К своей мечте Путин шел медленно, но верно. В 2007 году, после того, как он победил внутри страны своих ярых противников, ту же самую семибанкирщину, в Мюнхене он заявил, что та мировая модель метрополии и колонии себя изжила. Предлагавшийся же после холодной войны однополярный мир тоже не состоялся. То есть Путин в Мюнхене открыто бросил вызов Западу. Он официально заявил, что хочет вернуть России независимость. И, как ранее было сказано, у нашей страны есть хороший иммунитет в борьбе с Западом. Поэтому другие страны-колонии, так называемые развивающиеся страны, потихоньку стали объединяться вокруг Путина и России. Что в итоге вылилось в союз БРИКС, ШОС, Евразийский союз и тому подобное. То есть перед Западом опять возникла проблема и опять Россия, опять она вокруг себя объединила другие страны. Что гегемон оставалось делать? Правильно бороться гибридными методами, растить пятую колонну в нашей стране, то есть предатели, душить экономически и создавать нестабильность вокруг страны и вооруженные конфликты. Что, собственно, было сделано. Ну вот одна незадача. Как известно, воинами Россию никогда не удавалось победить. Вот такое свойство у русского народа. Когда случается беда, он мобилизуется, трезвеет, объединяется и действует как единый монолит. И вот пришла очередная война. У нас сразу же сработала иммунная система защиты Родины. Народ мобилизовался. Под всеми ударами санкций всех так называемых развитых стран Россия стала, наоборот, функционировать эффективнее, чем до санкций. И люди окончательно разобрались в том, кто такой Путин и куда он ведет страну. Они увидели, что это реальный лидер, который имеет цель сделать страну великой. Россия не на перепуте. Она на стратегическом пути своего развития. И со своего пути не свернет. Поэтому и получилась рекордная явка и рекордная поддержка на выборах. Все эти события настолько вдохновили остальные страны, не входящие в так называемый золотой миллиард, что они захотели вместе с Россией окончательно сбросить 500-летнюю гегемонию Запада. Об этом Путин мягко упомянул в интервью Дмитрию Киселеву. Вот этот так называемый золотой миллиард на протяжении веков, 500 лет, они практически паразитировали на других народах. Они рвали на части несчастные народы Африки. Они эксплуатировали Латинскую Америку, эксплуатировали страны Азии. И им, конечно, никто этого не забыл. И у меня такое чувство, что даже дело не в руководстве этих стран, хотя это очень важно, а рядовые граждане этих стран, они как бы сердцем чувствуют, что происходит. И нашу борьбу за свою независимость и истинный суверенитет, они связывают со своими чаяниями на свою собственную суверенитет и независимое развитие. Но это усугубляется тем, что в западных элитах очень сильное желание заморозить существующее положение, несправедливое положение вещей в международных делах. Они привыкли столетиями набивать брюхо человеческой плотью, а карманы деньгами. Но они должны понять, что бал вампиров заканчивается. Вдумайтесь в то, что сказал Путин. Пять веков Запад грабил весь мир. Россия бросила очередной вызов против этой гегемонии. В ответ на это вокруг нашей страны начали объединяться другие страны мира. То есть Путин не только лидер освободительного движения России, он мировой лидер освободительного движения, который прямо говорит, что бал вампиров закончен. То есть закончена 500-летняя эпоха. Наш президент на наших глазах прямо сейчас меняет мироустройство, которому более пяти веков. В общем, самое интересное только начинается. Ну а на этом пока что все, друзья. Обязательно подписывайтесь на канал. Счастливо! Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»